Друзья, привет! Рад приветствовать вас на канале Комков Техничка, где мы продолжаем восстанавливать того самого волчара Жекича Дубровского. И на сегодняшний день уже сделано довольно-таки немало. Вы, наверное, на основном канале могли видеть, что мы технически собрали автомобиль, мотор запустили, выехали даже уже. И немножко прокатились, дали бернаут, но, естественно, как без этого, мы же те самые идиоты, которые, ну, не можем по-другому. На этом работы не закончены, работ на самом деле еще очень много, как по кузову, так и технически. Сейчас, на данный момент, мы ждем катушки, потому что, как вы помните, мотор работал не очень корректно, потому что у нас все катушки абсолютно разные. Мы заказали те, которые должны здесь стоять, и они уже где-то в пути. А пока что я займусь тем, что я проложил... проложу. Правда, проложил, ладно, топливные магистрали, проложил тормозные шланги, сделал ручник. Я буду пробовать, наверное, запускать двигатель. Что? Опять? Заливать топливо в бак, смотреть, чтобы там все было герметично, нигде ничего не текло. Работ еще много, работ хватает. Вот так вот он сейчас выглядит. Это все просто вот висит, накинуто, так, даже ничем не закреплено. Буду делать в этой серии крепление фар, крепление бампера, выставлять крылья. Ну, капот, что там выставлять? Капот, в принципе, уже стоит там, как бы. Подгонять арочки под наши колесики. Я думаю, вы понимаете, о чем речь идет. Под те самые, из-за которых он был назван. Именно так. Мы полностью закончим с технической частью автомобиля, со сварными работами. То есть подгонка, все вот это вот будет уже, вся навесуха, вся листва будет стоять. Машина будет нормально ехать, не троить, не пердеть, все будет работать. И мы будем готовиться к покраске. Погнали! Хотел добавить пару слов. Спасибо тому, чуваку, если ты нас смотришь, который прислал нам навесные элементы кузова, крылья, капот, бампер, фонари. Чувак, респект тебе огромный. Но, есть один нюанс. Бампер у нас, как оказалось, абсолютно другой. То есть он полностью не подходит на этот кузов, не налазит на башбар абсолютно вообще никак. Его не натянешь. Его если только резать, пилить. Поэтому, ребят, кто-то скажет, что мы мудаки. Ну, в принципе, дофига кто-то так говорит. Ну, ладно, это все нормально. Кто-то подумает, что мы красавчики, потому что мы восстановим тот самый бампер. Его оригинальный, родной, спортивный. Правда, нанюхаться паленого пластика мне придется очень много. Она плавает в формалине. Нет, не так. Да, выглядит он в очень плачанном состоянии, но нет ничего невозможного. В принципе, это пластик ПП марки. Поэтому он появится. Я думаю, слепим как-нибудь и покрасим. Будет красиво. Остается еще выставить зазоры. Ну... Ты либо безумец, либо гений. Это две крайности одной и той же сущности. Хотя, ну, я попробую, конечно. Я не буду обещать, но я попробую выставить хотя бы подобие зазоров каких-то, чтобы это не совсем все болталось и висело кое-как. Выставить фонари. Ну и, собственно говоря, кажется, работы фиг да нифига. Начать и закончить. Вот так. Пять. Кстати, в двух словах по нашей топливной системе. У нас, как видите, спортивный бак с противоотливной колбой. Те, кто разбираются, те разбираются. Мы не разбираемся. Но хотя ладно. В двух словах, это для того, чтобы во время езды в заносе топливо не отливалось на дальнюю стенку. И как бы магистраль не хапала воздух, чтобы мотор не травил. То есть поддерживать в нем как бы достаточное количество оборотов для корректной работы двигателя. Поэтому была установлена вот такая вот колба. Насколько я знаю, я, честно говоря, ни разу этого не делал, но насколько я понимаю, те, кто, кстати, разбирается, ребята, подскажите, правильно, неправильно. Короче, эта колба была прикручена напрямую к баку. Затем от нее снизу идет подача на двигатель. Поскольку у нас, кстати, нет сеточки, вот пришлось применить вот такой вот примитивный топливный фильтр. От него дальше идет насосик. И пошло дело в магистраль. А обратка возвращается через верх сначала в колбу. Затем, когда колба наполняется, потому что ее надо всегда поддерживать уровень топлива на максимуме в ней, топливо возвращается обратно в бак. Правильно, неправильно? Ну, я думаю, что правильно. По идее, должно работать. Остается только все это дело теперь проверить, потечет у меня бензин или нет. Вот, насосик работает. Чит, давление накачано. Фильтр полный. Нигде ничего не течет. Ну что, крутануть? Как считаете? Крутаю, конечно. Как же без этого? Я когда все вот это вот дело строил, вот здесь вот место под аккумулятор устанавливал, я только потом и подумал о том, что не очень, наверное, здорово, когда аккумулятор рядом с топливной системой, поэтому придется здесь крышечку сделать. Возможно. Не дай бог какая-нибудь искорка. Ну его нафиг. О-о-о, пропало. Сделал уруру и все пропало. Почему у нас все пропало? Клемы надо просто сделать нормально. Калявенька стояла. Попытка номер два. Для вас, спецом, подписчики моего технического канала. Вот так вот некорректно мотор работает. У нас тут еще просто все не закончено. Ну, а катушки болтаются, как эти самые. Менять их надо, надо нормальные ставить. Но в целом, самое главное, он вошел. Кстати, у меня холостые появились. А холостые появились, потому что я на старую проводку в оригинале переделал ДМРВ. Был непонятно приколхожен, поэтому мы не могли разобраться. Почему у нас не было ни холостых и вообще в целом плавали обороты. И машина не хотела работать. Глушитель надо нормально делать. От штанов хикачит. Ну, короче, вот такие вот дела. Волчара жив. Волчара будет еще радовать нас своими покатушками. Ой, я так доволен. Моя такая радая. Правда, лето уже прошло. Не успели мы на нем покататься по лету, по-сухому. Но ничего страшного. Зима впереди. Сам А вы уверены, что фара приваривается к машине? Да. Точно? Так все делают нормальные люди. Это же как бы новая технология, разработка а-ля Станислав не прокрасная. Вы точно разбираетесь в машинах? Точно, не точно. Да. Еще вот так самец с аварезами вот таким вот они фару приваривают к машине. Ну, мы же короче настроим. Зачем мы ее снимаем? Она так и должна стоять. А что с колесами? Здорово. Крутятся диски на миске. А вот и первый нюансик. Я устанавливал башбар без этих колес. Естественно, этой фишки мы не видели. И вот теперь вот он нюанс номер один. При вывороте колес вправо упирается в башбар. А при вывороте влево не касается, но очень на тоненького. Соответственно, когда машина встанет на колеса, естественно, будет касаться вон тот вон контос. Поэтому, скорее всего, придется прибегнуть к старой, доброй. Схемя ремонта кувалдингу. Рихтовка будет у нас грубая. Нормально было. Придется все это мять. Не хотелось. А здесь резать. Здесь только резать. Здесь трубы так я не помыл. Ни кувалдингом, ни никаким другим методом. Только если цеплять в какую-нибудь бетонную колонну и дергать, ну, как бы, зачем? Ну что, дамы и господа, понеслась менять колеса? Бампер запаян. Теперь он целый. И, в принципе, довольно крепкий. Вот за места, где паял, могу браться. Пусти даже. Вроде все не отрывается. Все на месте. Все шовчики. Все стыки. Тут вообще куска не хватало. Вот здесь куска не хватало. И с той стороны куска не хватало. Теперь все есть. Все запаяно. Остается это дело почистить. Подшпаклевать, понятное дело. Нашел тричинку, про которую забыл. Ну, сейчас подпаяю. Не вопрос. В общем, в двух словах объясню, как паяется в домашних условиях бампера марки ПП. Если у вас нету, ну, обычно их нету ни у кого, специальных хомутов или там, жгутов соответствующей марки пластика, есть специальные хомытики, такие паяльные для пластика. Но в случаях отсутствия можно воспользоваться старым подкрылком. Они явно есть практически у каждого автомобилиста. Нарезаем вот такие вот полосочки. Ну, желательно просто на ширину жала паяльника. И пропаиваете места, поврежденные на бампере, трещины, отсутствующие, кусочки, вот как у нас было. И все довольно-таки неплохо держится, без всякой сетки. Ничего не лопается, ничего не ломается, все крепко, бампер жесткий, а то он у нас был такой весь плавающий, не держал вообще свою форму. Остается его прикинуть на уже стоящую мордашку. А, ребята, мордашка собрана, мордашка на месте. Я, видите, кстати, уголок припаял без примерки, вот что получилось. Поэтому всегда примеряйте детали, чтобы не ошибаться с размерами чинальных стрижок. А? Волчара. Восстановим мы его на стандарт настоящих колесах. А возможно потом, в дальнейшем, если вы будете продолжать нас смотреть, будете подписываться, активнее комментировать, ставить лайки. Будем заниматься каким-то его тюнингом каноничным. А может и не каноничным, может что-то от себя придумаем. Но сам факт в том, что нам нужен, мы сказали, что мы восстановим волчару, нам нужно его восстановить. Вот он, практически восстановленный в этой серии. И как я уже говорил ранее, я закончу со сварочными работами. Вот видите, я уже вот такие вот лекала на арке смастерил. Надо заканчивать уже просто вот ну реально год, вот год. Вот казалось бы, чем тут год можно заниматься? Блин, ну можно, как оказалось. Вот поэтому все, давайте закругляться, давайте, вот я его сейчас доварю, будем красить и погнали кататься. А то уже скоро лето кончается, осень, зима на носу, а мы, блин, все еще в гараже возимся. Все, хорош. Всегда хотел попробовать эту херню. Как видите, колеса у нас, между прочим, разноширы, поэтому задние уже имеют свою полку хромированную, отполированную, красивую, с наклеечками, с лейбочками, с болтиками, с красненькой резинкой уплотнительной, отцентрованной. Зачем их портить? Зачем вот это вот разворачивать, эти колеса? Ну это, по-моему, борщ. Ну зачем это? Это не надо делать. Сейчас вот как раз второе колесико обою поставлю на все четыре и это же просто будет сказка. Песня, бомба. Зачем разворачивать? Ребят, ну подумайте, ну блин, ну красиво же, когда красиво, а когда борщ, это уже некрасиво. А знаете, я это всем говорю, как сказал один умный баран, все овцы волков боятся, но съедает их пастух. Ну и кто скажет, что не красотка, на всех четырех волках отлично тачка смотрится. Ну в принципе, как и любой автомобиль, конечно, вы скажете, на который поставить литье. но пацаны, ну вы же сами понимаете, это не просто любой автомобиль, на который литье поставить, это же та самая волчара. Но не с перевернутыми колесами, ну просто зачем? Ну зачем нам менять подвеску после каждого выезда? Она и так не дешевая сейчас, поэтому будем ездить вот так или не будем? Я еще, честно говоря, сам не знаю. Ну что, настало время закончить сварку, доделать арки. Лекала я на арке изготовил. Выглядеться они будут подобным вот образом. Я сначала хотел сделать расширение с заходом на дверь, но потом решил дверь не кодать, ну поскольку она у нас нормальная, а вылет на расширение у нас не сильно большой. Хоть колеса на полке, но вылет у них не такой огромный, как вы хотели. Поэтому арки будут с адекватным размером, с адекватным вылетом, и я думаю, будет смотреться неплохо. На бумаге, конечно, все это выглядит не так, как будет выглядеть в конце, в итоге. Ну давайте теперь перенесем все это дело на железо. Вырезаем вот так вот и примеряем на кузов. У нас новый день, продолжаем восстанавливать волчару. Сегодня я пробую для себя новый инструмент. Никогда, честно говоря, не работал до этого споттером. Вот такая вот приблуда крутая. У нас было пару вмятинок на крыше. Вот она раз, вот она два. Я думал, вот три, но я ее изнутри как-то выдавил, и она как-то вот их выдавила. Я тут уже вот начал пробовать, но сейчас буду продолжать, просто решил вам показать. Ну что, все вчера про 2 сентября пропели. Вот где ваши посты. День, когда я совсем один. Я календарь не верну снова 3 сентября. Короче, еще учиться и учиться, честно говоря, потому что, ну, первый блинком, понятное дело, ямки самой нет, но ребрышка у меня вот не выходит, поэтому придется повозиться. Итак, ямки вытянул, двери повесил. Настало самое время закончить с нутрянками арок. И были там нюансики, которые надо было исправить, я их исправил. Лекала арок лицевых у меня уже есть. Самое время закончить с нутрянками задних арок. После чего наружка вернется, все заварится, и будем готовиться к покраске. И когда вы успели стать экспертом в ядерной астрофизике? Вчера. Ну что, ребят, в общем, крылышко я подогнал. Колесо не цепляет, остается только все это дело обварить и приделать фарточки. Я опять на районе потерял себя в одной из дворей. Ты опять у меня трезвонит, чтобы знать, что я жив и здоров. Среди тех и ценов по реке буквы шуми сорок. Чтобы защитить свое лицо от ультрафиолетовых лучей, видимого света и инфракрасного излучения, всегда используйте для этого сварочную маску. Че говоришь? А ничего, пошел нахуй. Че ты напомни, если там не твое имя, каждая тупая шутка залетанима, мелкими шагами и делай себя Ну что, ребят, с этой аркой я закончил. Самое время оценить результат, как оно получилось. Сейчас поставлю колесо и буду перебираться на ту сторону. Не совсем, конечно. Лично меня мой результат устраивает. А как вам? Не забудьте оставить об этом комментарий. По-моему, красота нигде ничего не цепляет, значит, работать будет. А я кайфую мне по барабану, беру от жизни все, что по карману, что будет завтра лично я не знаю, счастливым быть сегодня я желаю. Вот так вот простой кусок металла превращается в нужную нам металлю. Остается только примерить, отрезать излишки и поставить на место. Артем! А? Ведро. Артем, не ведро. Там ведро. Артем, не ведро. Ведро. Не ведро. Ведро. Не ведро, Артем. Артем нормальный. Ведро. Братан, если спросят, чей волк, отвечай, мой. Ведь если волк не мой, как он скажет. Ау! Выказывается дворов, Ау! Вид имеет, будь здоров, Слышно далека, то там понять, а вот, а на низких пристота, едет там азота. Ау! Выказывается дворов, Ау! А ведь имей, будь здоров, Слышно далека, кто-то понять, а вот, а на низких. Арку я сделал. Очень боялся промазать симметрией, чтобы левая и правая стороны не отличались друг от друга. Но, есть один нюанс. Поскольку у нас вся новая подвеска, как вы помните, как я это говорил уже раньше, она на ШАЭСах, естественно, мы от руки там, с большего, что-то могли настроить. Ну, в общем, все это хрень полная, ее надо вести на сход-развал и настраивать. И получилось так, что это колесо утоплено внутрь кузова, а то, как будто торчит наружу. Поэтому, я приблизительно снял размеры с того крыла, опираясь на некоторые моменты, попытался выставить их здесь. Вышло так, что со стороны арка смотрится плюс-минус симметрично, но там колесо у нас практически в притирку к арке, минимальный стенд, почти, зазор. А здесь абсолютно стандартно. Я надеюсь, когда подвеска выставится на сход-развале, это как бы все станет на свои места. Я уже его отстучал, придал необходимую форму, остается обварить и закончить перед и зад фарточками. Нас могут прижать, но я рискну. Давай! Ох, ребят, я прям вижу, как специалисты меня в комментариях начинают хейтить за то, что как так я на панели сплошняком веду, блин, зачем поведет? Ребят, у нас уже нет никаких жестких панелей, уже все переварено 300 раз, уже и отрезано, и заварено снова. Поэтому, в целом, похер. Друзья, продолжаю заканчивать сварку с наркой на волчаре. Чуть про вас не забыл, вовремя вспомнил, включил камеру. Я уже, в общем-то, сделал заготовку. Вот такую вот. Сейчас я на месте прихвачу, все остальное отобьется, лишнее отрежется, уже будучи на кузове. Остались считанные швы для того, чтобы полностью закончить со сваркой на этом кузове. Господи, спасибо. Наконец-то. Будем приступать к малярке. Ну, а вы продолжайте смотреть. Все. Последние сантиметры швов проложены. Как основной ремонт кузова, так и наружный полностью проведен Сварка на этом этапе полностью завершена А дальше мы приступаем к подготовке кузова Грунтовки, шпаклевки и покраски А, после шпаклевки еще раз грунтовки Я думаю, все вы прекрасно понимаете Строя корча, работа никогда не заканчивается Всегда есть что поделать в своей машине Но сейчас главное, мы его восстановили Он на колесах, он ездит Ну, а вы лайки, подписки Все как всегда Да, я попрошайка Янэтик Я знаю, что вам это не нравится, вас это раздражает Но что поделать, не попросишь, не поставишь А мы переносимся завтра Где я буду? Весь пыльный, как черт, опять малярка Ну, ничего страшного, зато будем наводить марафет от этой ванночки Ребят, короче, занимаюсь я волчарой Подготавливаю плавно к покраске Ну, точнее, мы переходим к тому, чтобы начать подготавливать себя к покраске И тут приходит Анатолий А этот придурок, очевидно, масло где-то поменял Чумазый весь, как черт пришел Вот и что с этим придурком теперь делать? В стиральную машину его, наверное, закинуть Вместе с химозой, с какой-нибудь лютой Которая выгрызает самую въевшуюся грязь Да? Пошел ты нахер, козел! Ну, такое, значит, иду я в гараж Ах, какая сучка Сварные шовчики были болгаркой аккуратненько почищены Все это дело было обработано сперва кислотным грунтом Затем эпоксидным, для того, чтобы начать шпаклевать Ну и начинаем шпаклевать В чем шпаклевать ты будешь? Твоей шпаклевкой? У меня нет шпаклевки То у тебя есть шпаклевка? Шпаклюй глиной Глиной? Значит, будем глиной шпаклевать Глина покажет Глина поможет Глина научит Мы уже пишем, да? Уже да Ну, в общем Наш проект Восстановление волчары Жекича Дубровского Плавно подходит к своему логическому завершению Мы сейчас на той стадии Когда будем наносить первые слои шпаклевки на кузов Возможно, до конца следующей недели Мы открасим уже кузов Но потом уже отдельно всю остальную навесуху Потому что у нас еще есть вопросы по передним крыльям Короче, склифосовский Короче, склифосовский Затекляшка уже ложится на арочки Арочки я подогнал С большего, как смог Выровнял, отстучал Навел марафет Сделал красоту Скажи, как ты имеешь там Чтобы воздух не было там Да, выдавливаю Просто страюсь так воздух Чтобы не было его там лишнего Белорусская школа Белорусская школа Олег Местер, привет Не, это Саня Нюеров Могилех И Леха Леха, не знаю Привет, пацаны Это учили меня Держи камеру и дверь Слишком много задач вы даете Нормально, нормально И дверь Все, сейчас, ребята, дошпаклевываю И все, и выезжать Проложим завтра И так целый год Но мы, самое главное, не забили Мы его делаем И к какому-то результату приходим уже Двери забыли заварить Не забыли Мы не будем этого делать Вот это поворот У нас будет окологражданский корч Ну, люк можно зашпаклевывать Потому что бензин теперь В другое место заливается Теперь двигатель все вместе льется Да, сразу двигатель заливаем Вместе с маслом Да У нас двигатель двухтактный Не нужна тебе такая машина, брат Блин, маленький в пасе просто нужен был Или, наоборот, больше Маленький? Куда же ты еще меньше-то? Просто тут угол Видишь, крутой получился у меня Поэтому его удобнее было бы маленьким А вообще, другую шпаклевку надо было бы Но не для этого случая Нам дорогую шпаклевку используют, крутую В одной из мастерских пользовался Такой шпаклевкой, которую затирать даже не надо Но эти рассказы, ты меня помнишь? Нет Раскад Рекламой я сейчас не буду заниматься Но вообще есть столько материал Есть такая шпаклевка Которая при высыхании Выделяет из себя Из своего состава Как будто, знаешь, эпоксидная смола И она такая липкая остается Она как будто не досохла, но она высохла И прямо на нее можно положить сверху второй слой Дополнительный Очистить как? Она ничего не очистит Ты ей вот не как зеленкой, допустим, предупреждать Форму потом счищаешь лишнее А ты там именно заполняешь ей просто яму И все, и поверх ложишь уже наполнительный слой А если лишнее лежит? Зачем? А ты лишнее не ложи? А если положи? Нет, ну ее можно счистить, но сам факт Потому что как бы это делать не обязательно Знаешь, есть такая шпаклевка, которую маешь и она сама заполняет Есть Придется повозиться А, жидкая шпаклевка Наношпаклевка Наношпаклевка? Наношпаклевка? Да, это производство Астаса Это как этот Супа Там трибутиловые частицы или как они? Да, они Находят места, там где цилиндры износились И именно там прилипают И проходят через масляный фильтр И все Но там, где есть износ, то там они прилипают Короче, глуши шарманку, нам за это денег не дадут Поэтому поехали домой О, Катя уже собралась Уезжаем Да, в общем, малярная работа Подготовка к покраске Шпаклевание и рихтовка и все такое прочее На волчаре идут полным ходом Сидели мы за материалом Затаривали шпаклевки, наждачки, не шкурки и прочего Но ради эксперимента продавец там предложил, ну, такую вещь В общем, до этого пользовались стандартной зеленкой Как вы понимаете, ну, как, в принципе, все это делают, да? Сейчас, как говорится, ну, о категории у них одна и та же Но, типа, по качеству вот это вот лучше Карбоновый Серма волчаре, в общем, серая шпаклевка О, дали Я, честно говоря, ни разу не пользовался Ну, еще попробуем В общем, вот такая вот шпаклевка ложится, в принципе, довольно приятно Слушайте, если так, в принципе, можно всю тачку замазать Как бы и красить не надо Нормально Короче, нам сказали, что она очень плотная Как-то объяснить, очень твердая Поэтому, в общем, нам специально дали для задних наших крыльев Чтобы в случае, если мы куда-то тюкнемся, сломалось то, обо что мы тюкнулись, а не наше крыло Ну, вот сейчас, короче, мы испытаем И как-нибудь проверим Надеюсь, конечно, до этого не дойдет Но, в целом, вот Шпаклевка, смап, себе довольно-таки приятная Ложится хорошо Легко растягивается Легко размешивается В общем, мне нравится Работать можно Это, так сказать, черновой слой Тут уже из зеленки как бы лежит Вот, а наклеится самый первый слой Вот такая вот арка Мы не стали колхозить, видите, все, как вы просили Ну, продолжаю показывать Рассказываю я не так уж и много Потому что в теории я сам, честно говоря, не силен Правому крылу я уже придал форму Ну, его остается только выровнять В целом, как бы, все выглядит уже достаточно красиво Сейчас все эти работы будут повторяться Точно так же с левым крылом Там просто был предварительно нанесен эпоксидный грунт Потому что я не сторонник, честно говоря Класть шпаклевку на голый металл Честно говоря, среди маляров до сих пор ходят споры на эту тему Но я не люблю этого делать Поэтому то крыло было пока что загрунтовано эпоксидником Сейчас, в общем, собственно говоря Я буду те же самые работы проделывать на той стороне А здесь уже будет наноситься финишный слой шпаклевки Финишные слои, так скажем Чтобы выровнять саму поверхность Поскольку крылья у нас все жеваные и мятые То затягивать придется полностью все Там еще я местами, как бы, немножко пошпаклевал Но эта сторона, если помните, была битая А, соответственно, здесь, как бы, повреждений На поверхности самого крыла больше И, соответственно, я не могу все Пока еще не владею таким мастерством Чтобы все в ноль, как бы, вытягивать и аккуратненько делать Для того, чтобы в последующем обходиться с минимальным количеством шпаклевки Нет, я пока еще так не умею Но всему свое время В общем, с этим крылом ситуация такая Базовый слой шпаклевки я уже нанес С большего я счистил просто грань И какие-то шероховатости, погрешности Чтобы можно было следующий слой нанести Но при первом же базовом слое Вы, если обратите внимание, как бы, проявляют Самые большие неровности Которые вызовут у меня определенные трудности При последующей обработке этой арки Вот здесь вот будет большая яма Вот здесь вот у нас яма Вот здесь вот яма Ну, здесь как бы получше Но в целом, вот это вот все будет выглядеть Ровно и аккуратно Мы отошли от колхоза Оля Дубровский И такие сделали вот околостенцевые арки Бля, ребят, ну не знаю, что вы скажете Пишите в комментариях Но я просто от них тащу Мне нравится такой стиль В целом, как бы, не буду вас утомлять Малярными работами Просто потому, что, ну, сейчас будет Ну, нудно и нудно все это дело проходить Просто лепнина, шпаклевание, зачистка Одни и те же повторяющиеся процессы Поэтому вернусь к вам тогда Когда уже будет приступать к грунтовке кузова В общем, поскольку рихтовал я поверхности не в ноль То есть неровности все равно присутствуют Хотелось добавить, что после шпаклевки Как бы всплывают некоторые мои погрешности Которые приходится параллельно исправлять Вытерли определенный слой шпаклевки И дальше немножко, так называемые, образовавшиеся чишки Убираем молотком То есть, короче, вот такие вот места Чишки Как бы поверхность еще недостаточно ровная Но вот их приходится подстукивать Вот здесь, вот здесь Вот это я уже подстучал Убрал все неровности Понятно, что как бы в этом месте теперь образовалась ямка Но повторная шпаклевка поможет избавиться от этого недостатка Ну, поскольку основную форму крыла мы уже, в принципе, приобрели Ну, то есть поверхность приобрела плоскость Вот так, наверное, правильнее будет сказать То вот эти вот все мелкие недочеты Уже будут исправляться не с замесом А обычной универсальной шпаклевкой Уник стараемся наносить уже небольшим слоем Чтобы избежать образования пор И повторно потом ее перешпаклевывать Просто хотя бы ради того, что надо экономить материал Потому что все равно большую часть шпаклевки вы вытираете И она остается на земле Или в носу Как у нас Поскольку мы работаем без маски И без респираторов При размешивании шпаклевки Очень важно соблюдать правильные пропорции То есть в нашем случае, допустим, 100 к одному Отвердителя к шпаклевке Ой, шпаклевке к отвердителю Потому что, если вы не сможете соблюсти правильные пропорции У вас шпаклевка будет либо раньше высыхать Вы не успеете ее нанести на поверхность Либо она будет высыхать очень долго Что, соответственно, привлечет к тому Потянете время Либо придется сносить весь слой Чтобы ложить его заново В моем случае я сейчас добавил отвердителя Немножко больше, чем положено Поэтому шпаклевка начинает высыхать Соответственно, при ее нанесении Образуются нежелательные поры Она начинает скатываться То есть придется это место перешпаклевать Это понятное дело Вот такая вот мазонина у нас уже получается Но это уже финишные слои Но суть в том, что я не могу ответить Зачем мы все это делаем Конечно, мы хотим получить подтверждение Тому, что мы создали Но отчасти это и сам факт Быть частью этой машины Я управляю этим автомобилем Я его изменил Я сделал его быстрее И езжу на нем быстрее И в нем ты можешь выразить себя Своё отражение Поскольку у нас крыло такое все плавающее С несколькими плоскостями разными То есть оно вот отсюда идет Здесь прямое Потом здесь кант с углублением внутрь От канта идет круглое крыло Сюда вниз Здесь такая формовочка Короче, переход на бампер Но она не полная Она вот треугольной формы Единственное вот это вот прямое место должно быть Ну вот здесь была большая ямочка Я ее только что исправил Ну а до низа я еще не добирался Потому что он весь тоже еще очень кривой Тут вот я уже вижу, что нужно будет еще подстучать А так в целом арочка уже практически готова Остались какие-то считанные мелочи Я уже вон даже на крышу перешел плавно Места рихтовки подшпаклевал предыдущего владельца Капотик там зашпаклеван Бампер почищен Тоже скоро начну шпаклевать Мне вчера поступила информация Что мы будем делать охуенные аккуратные крылья Не вот эту вот херню оставим С разными кантами И не подходящую сюда А будем делать ништячок Поэтому смотри дальше Не переключайся Ставь лайк Подписывайся И мы тебя порадуем и удивим Вчера я практически подготовил крылья под грунтовку Там пошпаклевано уже под исправление таких недосчетов Как поры, ореолы там такие незначительные Чтобы сверить свою работу Я хочу накинуть задний бампер Для того, чтобы мне накинуть задний бампер Мне нужно исправить глушитель Поскольку он у нас на одной резинке, во-первых Вот она Ого, блять Поскольку он у нас на одной резинке И неправильно расположен Я хочу сейчас отрезать его здесь Добавить сюда кусок трубы Сместить его, в общем, в эту нишу Которую я для него подготовил И, соответственно, добавить еще, как минимум, один крюк Потому что, ну, на одном крюке, на одной резинке Выглядит все максимально ненадежно А, вот чем я терся Это был подрамник Ага После того, как глушитель встанет на свое место Я прикручу бампер Бампер у нас, благо, крепится довольно-таки легко На него даже быстросем никакие не нужны Он крепится всего лишь в шести этих самых гайках По три с каждой стороны Будем продолжать малярить У каждого волка есть шкура Но не у каждой шкуры есть волк Поскольку финансирование у нас уже Нам не позволяет приобрести новый глушитель Даже купить новые трубы Пришлось варить из того, что есть Были использованы вот такой вот поворот Вот старого глушителя Какой-то валялся у нас на свал И дальше Вот создавался такой вот изгиб Чтобы глушитель входил в нишу И дополнительно был приварен еще один крюк Для более уверенного нахождения на кузове Конечно, надеюсь, что это решение временное Приобретем и новый глушитель Или я сам сделаю Просто приобретем трубы В общем, будет видно Но пока что приходится как бы радоваться тому, что есть Но зато теперь трубка будет на своем месте Это уже радует Ну а сейчас накидываю бампер И продолжаем шпаклевать, малярить Пацаны, бля Какой же я бракодел Просто жесть Вот я не понимаю, как так получилось, честно говоря Потому что я подгонял Все, помню, точно Было красиво Бампер стоял А теперь Нет Ну и как-то так вышло, бля Куда крыло ушло? Какого хера? С той стороны красота Все вот по линиям Все по всем этим самым По зазорчикам Че за прикол? Бля Отправлять недолго Но в целом Марка опять Ну что, ребят А как по-вашему? Как вы считаете Почему я приехал на этом? Да далеко за ответом ходить не придется Для того, чтобы поменять свечки Возможно, в своем автомобиле Мы уже купили новые А также для того, чтобы пожертвовать Этими крыльями Для волчары Поскольку мы решили все-таки Делать красиво Аккуратно С плавным переходом на дверь Чтобы все это смотрелось Цивильно Прилично А не по-ублюдски Как сейчас Вот с такими вот зазорами Ну точнее С их отсутствием максимальным Будем сращивать крылья Так как на сером У нас крылья С этой стороны крыло нормальное Врать не буду Вот с этой стороны крыло Такое пожеванное Поэтому Эти крылья пожертвовать Для волчары не жалко А на серого У нас будут новые крылышки Бля, я честно говоря Даже пока не представляю Как мы их будем сращивать Но в интернете уже было Подсмотрено Пару вариантов В целом есть Некоторое сходство Так что я думаю Особых сложностей Это не вызовет Я надеюсь, все получится Не забудь подписаться на канал У нас куча интересного контента В общем, поменял я свечки Доставил серого лауреля В донора нашего Трубки, которые Не знал, куда идут Теперь мы знаем Он работает, честно говоря Уже как часики Я уже даже прокатился Сделал небольшой тест-драйв Все работает Все четко Долил масло в коробку На нем можно даже Теперь сделать бернаут Но я этого делать не буду Поскольку Нафиг надо Не дай бог Еще залететь На твою коробку У меня лишних денег нет Я уже скинул одно крыло И накинул его на волчару Возле двери теперь Зазор нормальный Все эти самые Кантики, стыки сходятся Но, соответственно Поскольку у нас Морда абсолютно Другого автомобиля Ничего не сходится здесь Оно выпирает Вот насколько От фонаря По капоту Естественно То же самое Абсолютно Какая-то Марианская впадина Образовалась Здесь совсем другая форма Соответственно Мне от этого крыла Нужна будет только Скорее всего Вот так вот Вот эта вот часть Вот эта часть будет лаврей Вот эта стейдж Пока еще Как срастить все это дело Я не придумал Но придется изобретать Какой-то велосипед Как так можно сделать? Как ты так делаешь? Короче, попробуем Применить геометрию Не знаю, что из этого Честно говоря получится Но Пробовать надо Я выбрал некоторые точки От которых буду Отпираться Для того, чтобы Подрезать крылья Более-менее ровно Поскольку я не хочу Чтобы у меня Кант Вот этот вот Переходил резко Вот в этот Поэтому я выделил Некоторое расстояние При котором Он будет плавно Переходить В кант От стейджа Почему я выбрал Именно эти точки Потому что эти точки Вот эти вот места Более-менее сходятся Как на этом крыле Так и на этом Ну это крыло понятно Оригинальное А это стейджевское Но вот это вот Стейджевское крыло Оно в этом месте Более-менее сходится С данным кузовом Поэтому Это будет основной точкой К тому же Здесь есть Некоторые конты Некоторые места Которые продолжаются На капоте Поэтому я хотел их сохранить Собственно говоря Это я и сделаю Выделил размеры По которым буду Отрезать крыло Провел уже линии Очертил Ну и остается что? Остается брать топор В руки Короче Потому что Попытка одна Смотрю на эти две тачки И поражаюсь Честно говоря Вот вроде Это два Абсолютно Одинаковых автомобиля Абсолютно Одной и той же марки Одной и той же модели Но при этом Насколько сильно Преображается Стейджевская морда Нашего волчара В сравнении С оригиналом Почему вот кажется Вот японцы Не сделали так Изначально С завода Почему он так Не выпускался Потому что Ну честно Изнаться Мое мнение Стандартным Лауреля Ну какой-то такой Унылый Грустный Дедовский Такой Неинтересный Хоть и под капотом В принципе Два с половиной литра Но Задний привод Казалось бы Все что нужно Для счастья Не вызывает Он ощущения Вау И каких-то Особых впечатлений То есть Это та тачка На которую Лично я бы Не стал оборачиваться Идя к подъезду После того Как я приехал Домой на ней А на эту Стал бы На эту Я бы еще Постоял Сигареты две Скурил бы И смотрел бы Какая она красотка Поэтому Кто поддерживает Ставим лайки И давайте Устроим в комментариях Голосование Кому больше нравится Какая морда Стейджевская морда На Лауреле Или Оригинал Так как должно быть Пишите ваши комментарии Остатки Бедоложки Остатки Несладки С ними уже ничего не сделаешь Только на металлолом Слушайте Оказывается Не все так Тяжело Как вот И не все так Пугающе Как оно казалось Вот на первый взгляд Потому что Вот я отрезал Вот я отрезал И вот я уже Их сложил Вместе Кстати У меня тут посетила Такая мысль Вот здесь Такой воздушный Диффузор Сделает Вот эту вот Часть арочки Так углубить Внутрь А здесь уже Как бы все торчит Так как надо И сеточку добавить Потом будет Такой красив Как на Спортивной тачке Геометрия у меня Хромает Да, ребят Я сделал Я отрезал В общем Оба крыла С запасом Чтобы наверняка Так сказать Не ошибиться По линиям Но в целом Как бы я попал Плюс-минус Ну мне Вот это вот Крыло Нужно было Отрезать Ниже линии А нижняя Вышая линия Собственно говоря Я нижней Вышей линии Отрезал А с этим Затупил Но ничего страшного Как бы там Расхождение Видите Небольшие Благо я то крыло С запасом сделал Ладно И так сойдет Что еще По нюансам Вот здесь У меня Это крыло Зеленое Стейджерское Получается Немножко выше Но это не критично Поскольку Там у меня Видите Все прилегает Как бы нормально Значит соответственно Здесь надо будет Надрезать Немножко Побольше Даже наверное Возможно До конта Вот здесь вот Отрежу И сюда просто Добавлю Уже самоделку Какую-то И таким образом Сращу их Чтобы было В идеал Соответственно Крыло Я плюс-минус Выставил То есть Видите Вот этот вот Силуэт На капоте Уходящий Он переходит От крыла Соответственно Теперь Все это Будет на месте Дальше Что по нюансам Еще Да в целом Еще никаких нюансов Ничего сложного Блин Глаза боятся Руки делают Как говорится И кстати Стейджерская арка Немножко пошире Поэтому Она будет выглядеть Такое как Естественное расширение Поскольку У нас будут колеса Вот так стоять Пока что Этого более чем Достаточно Мы уже проверяли На вывороте Колесо Арку не цепляется Соответственно Все нормально Ездить можно Здесь будут зазоры Здесь будет все красиво Единственное Вот тот кант О котором я говорил Вот он От крыла идет И он упирается В верхнюю часть Канта Стейджерского крыла Поэтому я и говорю Можно здесь и сделать Какой-то воздушный диффузор Потому что Он как раз Будет уместен Как вы видите Вот эту ситуацию Расскажите Потому что У меня есть Сомнения Но Есть желание Скажем так Ладно Сейчас что-нибудь придумаем И просто сейчас Посмотрите Как выглядит Этот автомобиль Так Первый прихват Временные прихватки Все как вы любите Да я обещал Что сварку Мы уже закончим Но без нее Никуда И никак Отхуй Пожалуйста Будет торчать Будет торчать Повторяя контур Колеса Соответственно Я немножко Уже отогнул Нижнюю часть крыла Но Снизу Как вы видите У меня там Уже Сама Юбка И подложка Эстетично Ну там Это вот все Дело Учищенуть Замазать Крепления Будут прямо В кантике порога Поскольку Там у нас Целых 4 миллиметра Контос Если даже Не больше С учетом всех Наслоений металла В общем Отверстие Прорежется Прямо Через крыло В порог И прямо В пороге Я нарежу Резьбу Все соответствующие Метчики У нас есть Поэтому Сделается Прямо так Не буду Никакую гайку Приваривать С противоположной Стороны Ну как бы Нет никакой Необходимости Ну и будет Так вот Держаться Красота Ну короче Отверстие Готово Дальше Дело За малым Берем Образец Болочка Которая нам нужна Предварительно Зная его размеры Подбираем Соответствующий Такой вот Метчик Нужной нам Резьбой С нужным Размером И дальше Самая Нудняцкая Работа В том Чтобы нарезать Резьбу Отверстия Вырезаны Резьба Прорезана Наверное Самое сложное Во всей этой процедуре Это Начинать Резьбу То есть Надо И давить При этом И аккуратно Прокручивать Дальше Оно уже В принципе Идет Если Плашки Хорошие Не тупые Заточенные Острые Достаточно Или новое Оно идет В принципе Как по маслу Но при этом В определенный момент Упирается В этот момент Надо просто Вернуться На пол Оборот Назад Потому Что Там Стружка Скапливается И Как бы Это Мешает Лезвию Прорезать Резьбу И Дальше Продолжайте Таким же Методом Прокручивая По Резьбе Саму Плашку В отверстии Давить Не надо До Учера Потому Что Можно Ее Сломать А Если Как бы Попыток Немного Зачем С этим Возиться Потом Высверливать Ее Или Что-то С ней Еще Делать Поэтому Просто Аккуратненько Накрутили Прогнали Дошли До того Момента Когда Плашечка В отверстии Легко Ходит Достаточно И Все Проверили Еще раз Потом Болтиком Все Накручивается Все Работает Все На месте От руки Ходит Значит Все Готово Все Ничего Слаб Срочно Горя Сложно Образовалось У нас Там Примерно Целых 7 Витков Я думаю Этого Будет Более Чем Достаточно Для Крепления Крыла Поэтому Все Будет Круто Все Будет Держаться Ну В общем На Этапе Все Крепления Крыльев У меня Есть На Кузове Стоит Сейчас Обварить Крылышко Загрунтовать Сначала Потом Завалить Шпаклевочкой А потом То же самое Проделать С противоположной Стороны Там Я еще Честно Говоря Даже Не Начинал Потому Что Есть У меня Некоторые Трудности Которые Тормотят Мою Работу Ну Сейчас В общем То Делаю Пока Что Одно Крылышко Ну Что Все Сварные Швы Были Зачищены Предварительно Забрызганы Сначала Кислотным Грунтом Он Высох Затем Было Нанесено Два Слоя Эпоксидного Грунта Со Внутренней Стороны Просто Кислотником Ну Тоже Просто Почистил Швы И Просто Кислотником Задул Ну Там В принципе Больше Ничего Не надо Далее Конечно Будет Какой-то Еще Зачитный Слой Что-то У меня За плиток И закается Далее Еще Будет Конечно Какой-то Зачитный Слой Но Это Чуть Позже А Сейчас Самое Время Наносить Шпаклевку Ты Что Пришел Вытирать Грунт Внутренние Слои Пошел Проверил Нормально Все Говорит На улице Уже Вечер Темнеет Равно Осень Пришла Осадно Грустно Ну В общем Пока Сохнет Грунтовка На Крыле Пока Сохнет Грунт На Крыле Я Прощищаю Бампер Я Уже Даже Немножко Начал Продолжение Будет Прямо Сейчас Расчищать Я его буду Не полностью А хотя бы До заводской Краски Поскольку Он весь Был Какой-то Дырявый Кривой И на нем Очень Большие Наслоения Разного Вида Красок То Мне Нас Снести Хотя бы Те верхние Слои Которые Потрескались Если Нижние Слои Не Потресканы То В принципе Зачем Их Сносить Их Счищать Не Нужно Их Я Оставлю А шпаклевать Буду Места Где Паял Естественно Карбоном А все остальные Небольшие Неровности Будут Шпаклеваться Специальной Шпаклевкой По Пластику Первые Слои Шпаклевки Сперва На крыло Но Предварительно Все это дело Обдули Обезжирили И шпаклюем Дайте бедному Один миллион долларов Он вернется И попросит еще Дайте богатому Тысячу долларов Он сделает Из них Миллион долларов Дайте мне Косарь Пожалуйста Все Жопа Блин Херовик Конечно Когда не совсем Правильно Соблюдены Пропорции Я не Развал много А растереть Не успел Поэтому ребят Лучше разводите Понемногу Лучше Несколько раз Пошпаклевать Чем Пытаться за один раз И вот такую Херню творить Потом Выбрасывать Ну а сегодняшний день Закончим тем Что Я отшпаклевался Продолжим Восстановительные Работы Завтра Крылышка Зашпаклевана И местами Бамперок Там И тот уголок Но бамперок Еще надо Подпаивать Поэтому его Все равно Не планировал Весь шпаклевать Ну а на сегодня Все Поеду отдыхать А то уже Стемнело Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok